Я только начинаю свои дебюты на сценах, поэтому прошу меня извинить, если вдруг где-то соблюсь, или что-то, может быть, заговорюсь. Ну, бывают, мы все люди. Значит, друзья мои, как вы поняли, я такой же представитель, как и основная масса залов нашего замечательного круизного движения в Беларуси. Но моя судьба сложилась таким образом, что я работаю на две страны. Я развила свое время, как партнер клуба развила Россию, а теперь моя задача все то же самое передать сюда мою родную Беларусь. А, сейчас я хочу пообщаться с нашими гостями, которые первый раз на этой встрече, которые первый раз слышат об этом круизном движении. Скажите, пожалуйста, много среди вас любителей автовождения, у кого есть автомобили, поднимите руки? Здорово, класс. Я не спрашиваю, какие вы водите автомобильные марки, но я спрошу, знаете ли вы, сколько стоит марка спортивной машины Lamborghini? Монетка. Сколько? Я не знаю. Все рекламы, как и Lamborghini сейчас. Супер, да? Очень дорого. А теперь спросите себя, почему нету рекламы этого автомобиля на нашем рынке? У кого-нибудь есть ответы? Я вам помогу. Когда такой вопрос задали владельцу этого производства, будем так говорить, да, он сказал, нету у меня здесь целевой аудитории, чтобы давать рекламу своей машине. Волноваться. Обидно прозвучало? Да. Обидно. О, сейчас я выдохну, потому что начинаю волноваться. Так вот, я думаю, я так думаю, что такая же точная мысль возникла у основателей нашего клуба Майкла Хаджесона и Франка Кадина. Им стало обидно, что на земле очень мало рекламы круизного отдыха. И для этого, и поэтому они создали наше замечательное клубное сообщество, где основной принцип продвижения круизной отрасли – это рекламная работа. Вот все, что вы сейчас слышали, то, что показывали вам наши партнеры, круизеры – это есть та самая реклама. То есть мы не продаем круизы, у нас нет этого априори. У нас есть платформа, которой мы пользуемся как путешественник. Правильно? И для того, чтобы на эту платформу привлечь как можно большее число людей, было придумано прекрасное вознаграждение, о котором только что говорила Хадьяна. Вот. И задача наша – продвигать, продвигать в СФГ и по всему миру именно эту кодуссию. Все, моя лирика закончилась. Теперь я расскажу о себе. Так же, как и все, я пришла в клуб на путешествия. Как оказалось, в основном, путешествия были основной моей целью. Но при этом и, конечно, я приобрела франшизу, которую предлагает наш клуб. Ну, заранее, как бы, подготовив себе возможность получать заход за свою работу. Ну, человек грамотный, я понимала, что надо использовать все шансы. Поэтому, ну, случилось так, что в моей жизни было в основном акцент на путешествии, пользуясь этой платформой. Я не буду вас сейчас своими слайдами, как бы, отнимать ваше время, просто потому, что они в клубах, кроме профессиональных, уверяю вас. Ну, и когда приходит в клуб, мы приходим каждый со своим пакетом либо блоков, либо проблем, либо мироощущения. И когда мы начинаем совершать круизные путешествия, мы меняемся как внешне, так и внутри. У нас получается какое-то самообразование своего рода, мы начинаем совершенствоваться. Поэтому я не считаю нужным сейчас показывать те слайды, которые были в моих круизах. Но, друзья мои, я вам просто скажу об экономии, которую я получила со своей семьей, став членом нашего круизного сообщества. Значит, первый мой круиз был на МСС Меравилье, о котором рассказывала Ирочка. Вы все видели, какой шикарный этот планет. Он состоялся 26 марта, 4 апреля 2019 года. Клуб я пришла в 2018 году. К своему первому круизу я шла больше года. Понятно почему? Потому что мне очень хотелось выгодно съездить в круиз. И мне хотелось, я к этому шла, съездить бесплатно в круиз. Но этот круиз у меня оказался не совсем бесплатный, он оказался с большой выгодой. Стоило 1320 наших круизных баллов на двоих, внутренняя колета. Но понятно, что мы стараемся отправиться в пределах своего круизного счета, который у нас позволяет нам на сегодня бронироваться, например. Баршрут был Барселона, Марсель, Генуя, Черетовеки, Палер, Павалета, День моря и снова Барселона. Ребята, это было исполнение моих всех мечт, потому что я очень мечтала увидеть Барселону. Для меня было Рим увидеть, это вообще что-то невероятное. Но эмоций было очень много. Палер, Палер, Павалета, это остров Мальта, островное государство. Ира тоже об этом рассказала. Наш круиз отличается только одним городом. Следующий мой круиз был... Да, вот первым круиз я шла 11 месяцев. То есть, когда я уже в него отправилась, запранировала, то я его через 8, но выбрала в март, и поэтому у меня получилось 11. Следующий круиз уже был гораздо быстрее. Это было МСС Прециоза. Это была уже Северная Европа. В августе 2019 года стоила каюта 1533 круизных баллов. Ребята, в этом круизе я увидела Амстердам, Роттердам, Гамбург, Гаван, Саунг и Птон. Самое главное впечатление это Лондон. Когда бы я еще в своей жизни без круизного клуба смогла увидеть Путинбергский дворец, увидеть фланг, что королева во дворце. Когда я могла бы увидеть живой, быть белым, своими глазами. Это очень сильное впечатление, уверяю вас. И нахождение в нашем клубе, накопление вот этого круизного, нашего замечательного счета, оно стоит этих впечатлений. Дальше был Зенбург и возвращение в Роттердам. Третий круиз, который я успела совершить, и я сейчас за это хвалю, что я больше путешествовала, чем строила команду, да? Для меня было важно, как оказалось, увидеть мир. Потому что я географ по образованию, закончила Белорусский государственный географический факультет. И все страны для меня были только на карте. Понимаете? А тут я их вижу живыми. Ну, в смысле, своими глазами. Третий круиз был Коста Смиранда. И вот на этом, как сказать, это был февраль 2020 года. После нашего круиза начались вот эти все дезобразия. Потому что 16 марта РОЗ объявила нашу пандемию, которая сегодня нас держит до сих пор еще в каких-то стесненных условиях. Этот круиз стоил 1499 круизных долларов. Скажите, пожалуйста, вот вы видите, что у меня не 20, не 30, не 40, не буду называть свою цифру. Я достаточно взрослый человек. Я продукт советского, постсоветского времени. И я так же, как и вы, многие из вас работала в найме, получала пенсию. Разве могла бы я себе позволить три круиза, будучи пенсионером Советского Союза, на сумму 4352 доллара? Никогда в жизни. Плянусь вы. Но, учитывая то, что первый круиз, как я сказала, был для меня частично оплачен. Вот просто я вносила на круизный счет, пока не стала безоплатным членом. А все остальные два последующих были полностью за счет клуба. Вот эти 2400, которые мы получаем как безоплатные члены. Так вот, ребята, вот из этой суммы, 4352 круизных доллара, я заплатила за двоих всего 330 долларов живыми деньгами. Классные аплодисменты. Спасибо. При этом, между круизами у меня случилась прекрасная поездка с нашим комьюнити-инкрузес в Америку. Мы с Любовь Андреевной, с Ирочкой Задорой, с Гарой Лешкевич. Я не вижу просто еще кто был с нами в той поездке. Мы завершили прекрасное путешествие по Америке. У нас был тур великолепный по Калифорнии, по трём американским штатам. И завершили моего класс в ЕГАСе на мероприятии в международном форуме сетевого бизнеса на Гоупро, так называемом. Кто в курсе, кто знает, сейчас не буду про это говорить. И там состоялось первое событие-инкрузес в Америке. С участием международной команды и Майкла Хачеса. Да и был Майкл Хачеса к нам приезжал, как он до сих пор делает к нам в гости. Мы все приехали к нему в гости. Фух, ребят, ну и что теперь получается? Значит, пандемия поломала кланы, естественно, не только у меня. Но сегодня у меня в ожидании, поскольку у меня большой круизный счет, у членов моей семьи тоже есть круизные баллы. Мы в ожидании трёх забронированных уже круизов. И все круизы на новейших планерах. То есть мы уже как члены клуба имеем возможность выбрать лайнер. Не просто даже внутреннюю каюту, как вот я в первом путешествии совершала, то сейчас каюты у меня с балкона все три круиза. Ну и всё, наверное. Пожалуйста, мое... Да, и ещё что хочу сказать. У нас в клубе, как вы видите, очень много талантов. У нас много февсов, у нас много артистов и все члены-круизёры. Но моя дочь, она в этом году закончила... Вася, ты готова? Моя дочь закончила в этом году нашу Академию искусств, и она стала для меня создавать вот такие ролики. Это ролик от нашего крайнего круизного спирания. Просто посмотрите. Но поскольку я себя мало снимаю, я больше снимаю исторические места. То есть вот там у меня не надо будет. Это разводит курс для того, чтобы подозрить явку с королем. Академия искусствовала, чтобы подозрить явку с королем. Мы в мыслях с королем. Поедем к каменару. К каменару. Нас повозили в город, и стали взuju. Мы в моем снимании. Мы тоже в русский исторический. Барселона. любимое отношительство к Барселону. Очень люблю этот форум, с форумом. Кто узнал, это контракт. Бонус и музыка. Это на крыше форума форума в Барселоне. Ну, как все, я снимала тачку на моем виде. Картинку собрали. Театр везде. Мастера. Это просто ходили на палку, альбоном, снимали армию. Это такая стеканная дорожка. Я так и не решила смотреть на себе. Парамки. Я поставлю ее на втором из писателей, для участия. Парамки. Я поставлю ее на втором из писателей, для участия. Парамки. 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 Спасибо.